Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Комментарий, кого бы вы хотели видеть в этой рубрике. Я надеюсь на вашу поддержку. Ну, переходим мы к карьере за игрока. И давайте, пожалуй, под этим видеороликом вы напишите, что мне стоит делать дальше. Остаемся ли мы на третий сезон в Ювентусе. Либо нужно куда-то уходить. Если куда-то, то обязательно пишите куда. Напомню, что мне предлагал Атлетико Мадрид и Барселона. Лично сами, без того, что я им отправлял свои резюме, я никому больше не отправлял. И поэтому Барселона и Атлетико Мадрид предлагали мне лично. Я им отказал, остался в Ювентусе. Здесь мне уже даже Ювентус предложил новый контракт, но я не собираюсь как-то его подписывать. Поэтому под этим именно видеороликом напишите, потому что уже следующий у нас будет конец сезона. Поэтому тоже надо будет что-то додумать. Ну что же, сейчас у нас февраль и март на кону. На ходу тоже. Сегодня у нас, кстати, тоже Лига Чемпионов. Против Генка мы играем. Ну а сейчас у нас домашняя игра против Удинезе. Они идут на восьмой строчке. Роналду, Коста, мы в нападении. Посмотрим на состав Удинезе. У них Мусо, неплохой голкипер, практически как и наш Честный. Так что не знаю, получится ли ему забить сейчас в любой дистанции. Посмотрим, поехали. Итак, Ювентус против Удинезе. Интересный сегодня нас ждет матч. Интересный голкипер. Будет сегодня нам противостоять Мусо. Поэтому, наконец-то, хороший. А то постоянно мы забивали всяким слабеньким там. Семьдесят третий. Здесь уже прям восемьдесят два. Хорош такой мастер-витый голкипер. Так, неплохо. И подать можно. И Дебала. Нет, все равно не забивает. А мы забиваем. Я не знаю, это будет считаться или нет. И это засчитали. Девяносто третья минута, а. На последней минуте. Я просто сейчас до конца сидел, молчал. Ну вот, давайте посмотрим еще раз. Подача. До Дебала она доходит. Мяч у него отбирают. Здесь уже сами по себе простукали. Здесь я их обокрал. И все. Заканчивается у нас первый тайм. Со счетом. Вообще, в матче, извиняюсь, не первый тайм. В целом матч. Мы забили победный гол. Вот это вообще шикарно. Я думаю, сейчас начнем опять с ничьей. Но нет. Все шикарно. Пять ударов, пять створ, один гол. Но я сказал. Вот этот голкипер будет нам доставлять проблем. Итак, Интер вообще проиграл. Парми 4-1 у себя дома. Причем это вообще было интересно. Милан проиграл Аталанти. Ну а Рома Брешу обыграл 1-0. Сейчас мы глянем. В шесть очков уже лидерство. Вот это вообще замечательно. Мой двадцать четвертый гол в карьере. О, за сезон. Семьдесят пятый в карьере. Денадцать четвертый рейтинг. У меня вот так же вот и остается. Кстати, вроде в прошлом выпуске я не показал статы. Поэтому вот. Кому интересно, пожалуйста. Так, мы сегодня в старте. У нас игра против Наполя. Интересная, кстати, игра. Пятнадцать очков у нас лидерство над этой командой. Мы сегодня играем на выезде. Лекомте у них капитан команды. Какой у него рейтинг-то? Ну, семьдесят восемь. Такой себе на самом деле. У них хороший игрок это Фабиен остался. И мерит, причем есть, да, у них на скамейке. Лозана тоже знакомый на всема. Семьен, Милик. Ну, вот что-то как-то они там не очень, я вижу. Не попадают даже в состав на вот такой вот топовый матч. Странно, конечно, все. И Наполи против Ювентуса. Поехали. Итак, Наполи-Ювентус, стадио Сан-Паула. Мы сегодня в Неаполе. И приезжаем к интересной команде на самом деле. Пятнадцать очков у нас сейчас лидерство. Мы на шесть очков опережаем вторую строчку. Мы можем стать, наконец-то, чемпионами страны, в которой выступаем. В чемпионате России мы провели, ну, сколько-то, три года вроде. Вот. Поэтому интересно все у нас будет. Пробьем. Ой-ой-ой-ой-ой, какой голешный. Дублос Коста забивает. Без моего участия 44-й минуты мы забиваем гол. Так, Коста. Заброс пошел в Бернардейске на Костулу. И забиваю. Вот эта вот прострельная передача самая классная была. Снова забиваю я вроде Наполи. Уже забивал в прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, в этом матче. И все, уверенная победа на выезде. Мы обыграем Наполи со счетом 2-0. Коста и я забиваем. Ну, шикарно. У меня оценка 7-5 за матч. Итак, Ювентус обыграл Наполи со счетом 2-0. Идем мы дальше Лацо. 1-0 Болонью. Милан опять проиграл Торино. Вообще шикарно. Мы сейчас идем и Торино. И Интер с Ромой потеряли нот очки. Так что сейчас в 9 очков. В 9 мы опережаем Милан. Шикарно. 25 голов за сезон мы уже сделали. 76-й гол в карьере. Шикарно. Итак, сейчас у нас игра против Сосуола. Они идут ниже 10-й строчки. Надеюсь, нам не доставят особых проблем. У нас Кабалеру на воротах. У них Дебор какой-то 71-й. Но у нас даже в рейтинге повыше. У них есть Берарди до сих пор. Марлон Сантос. Вот так центральный защитник. Вот этот. Потом 83-й. Опорник у них даже есть. Бога есть. 81-й на скамейке. Ну посмотрим. Ювентус Сосуола. Поехали. Итак, Ювентус Сосуола. Наша домашняя игра. Посмотрим, как мы справимся с этой командой. Потому что выиграли пока что два из двух матчей. Лишь бы не сглазить сейчас. Обыграли Наполи 2-0 на выезде. Я думаю, у нас что-то должно получиться в этом матче. Забиваем два матча подряд. Удар. И это гол отлично. Сразу практически вышли с перерыва. И забиваем. Супер. 52-я минута. Это 1-0. Матч против Сосуола. Забиваем три тура подряд. Шикарно. И все. Минимальная победа. Над Сосуола дома. Снова я забиваю. И это третий забитый мяч. Когда я забиваю в этом выпуске, мы точно выигрываем. 7-5. У меня опять оценка. Итак, Наполи здесь 3-1 обыграли Калери. Латсо проиграли Угенезе. Интер победил Дженуэ 4-1. Милан опять теряет очки с Ферентиной 2-2. Они сыграли. Рома победила Беновенту. Но сейчас там вторая строчка должна смениться. 10 очков. У нас лидерство над второй строчкой. Шикарно. И теперь будем следить за Интером, лишь бы они теряли очки. 26-й гол в сезоне. 77-й в карьере. Шикарно. Так, мы сегодня в старте. В матче против Аталанта. Выездная игра. Они идут сейчас на шестой строчке. Чаще всего с такими командами мы играем в ничью. Не знаю, как сегодня у нас сложится игра. 80-й рейтинг Галини. Так что будет тоже интересно. А у нас Критюк, конечно. У нас Критюк. У нас там дальше игра в Лиге Чемпионов. Поэтому и, наверное, ротация голкипера сейчас. Поехали. Итак, Аталанта Ювентус. Интересно, нас сегодня ждет матч. Коста. И мы забиваем. Супер. У нас, кстати, в ближний получилось пробить. 12-я минута. Счет у нас 1-0. 4 тура подряд я забиваю. Ну, это супер. Это реально супер. Как будто я со своими силами сейчас что-то сделаю. Ой, отлично пролетает. И Роналду забивает. Ну, я не знаю, с офсайда или нет. Сейчас узнаем, конечно. Да, забивает Роналду с моей голевой. Отлично. Здесь прям протащили. Последний защитник. Мне вот это понравилось. В подкате мы его прошли. Четвертый номер. Вот здесь. Отлично. И вот здесь шикарно на опережение Роналду забивает. Отлично. Гол плюс пас. Давно голевушку я не отдавал. И это победа с счетом 2-0. Шикарно, мне кажется. Я тому удара даже не нанесла нам Аталанта. 7-5 у меня оценка. Наполи обыграли Лацию 1-0. Так, дальше идем. Милан Брешу наконец-то обыграл. Рома обыграла Эмполи. И Интер обыграл Беневен. Так что все так же вроде. 10 очков у нас лидерство. 27-й гол в карьере. В сезоне 13-й голевой пас. 78 гол в карьере. 51 голевая передача тоже в карьере. Неплохо. Нам приходит сообщение. Мы все так, стоп, стоп. Что это такое там было? Хитрость. Мы прокачали. Отлично. Теперь у нас осталась вроде как последняя тренировка. Я бы игру головой тогда прокачал. Это будет наверное наш последний навык. Потому что на нас часто подавали угловые. Мы два гола даже с угловых забили. Поэтому мне кажется как центральный нападающий мы должны иметь таким... Владеть таким качеством. Поэтому сейчас у нас игра против Генка. Играем первый матч на выезде. Формы не схожи. Что у них по голкиперу? 69-й. Будем тоже лупить со всех позиций. Поехали. Итак, мы в Бельгии. Первый раз вроде отправляемся сюда. Если мне прям вообще действительно не изменяет память. Ни разу мы еще не играли против бельгийской команды в Еврокубках. И забиваем все-таки. Еле-еле да затолкали мы мяч. Получилось. Это 19-я минута. 1-0. Мы выходим вперед на выезде. И все. Заканчивается у нас матч. Минимальная победа в первом же матче. 1-8 лиги чемпионов. Пока что хорошо. Все 7-5 у меня оценка. Итак. Мадридский Реал обыграл 3-1. Аякс на выезде. Да, они играли Интер дома Ливерпуль 1-0. Атлетика 2-0 Тоттенхем. Пассажи обыграли Баших Шахир 2-0. Бавария 2-0 обыграла Милан. Арминия обыграла Манчестер Сити 2-0. Мы минимально Генг. И МЮ минимально обыграли Барселону. 28-й гол у меня за сезон. 79-й в карьере. Итак. Сейчас у нас игра в чемпионате. Играем мы против Торино. Они идут на 8-й строчке. Будет тоже интересно. Посмотрите, это все-таки Дерби Туринское. У них Серегу на воротах. 81-й рейтинг, кстати. Что будет тоже тяжело, мне кажется. Но мы готовы. Поехали. Итак. Ювентус Турин. Играем мы против Торино Турин. Интересный будет сегодня матч. Дерби. И мы не проигрываем уже очень долго. Постоянно выигрываем. Наша серия выпуска. И нечто только из побед. И вот это выход 1 на 1. И я забиваю. 1-0. 58-я минута. Вот это просто шикарно. Сейчас разорвали оборону Торино. И все. Минимальная победа в Дерби. Опять я забиваю. Очередной уже матч. Но это очень классно. Мне прям нравится вот эта вот игра в сегодняшнем выпуске. Практически. Ну мы каждый матч забиваем. Это очень классно. 7-5. У меня опять оценка. Так. На Латсу минимально обыграли Сосуолу. Наполе 3-1. Парму. Интер проиграл Болонии 3-0. Так что вообще мы же сказали, что за Интером будем следить. Ну вот. Рома 4-1 обыграла Милан. И скорее всего сейчас будет Рома на второй строчке. Да. И теперь у нас 12 очков лидерства над второй строчкой. Это то есть 4 победы. Нам надо просто упустить. Тогда нас догонят. 29-й мой гол в сезоне. 80-й в карьере был. Шикарно. Так. Нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. Игра у нас сейчас против Верентина. Они идут на шестой строчке. Надеюсь будет интересно сегодня у нас игра. Критюк у нас сегодня на воротах. А у них Ляфон. Но это будет тоже тяжело пробить их. Поехали. Итак. Верентина против Ювентуса. Матч сегодня будет интересный. 12 очков у нас лидерства. Вильян подает. Тут Криштияну забивает. Отлично. 13-ая минута. 1-0. Супер. И это 1-1. Серьезно. На 90-й минуте мы пропускаем первый гол за все это время. Сапонара нам забивает. И это потеря очков. И все. Действительно это потеря очков. На 90-й минуте Сапонара забивает сравнивая счет. Ну вот так вот. И причем я еще даже в этом матче не забил. И оценка у меня вообще 5-5. Лацио обыграли Аталанту 1-0. Наполи и Джену 1-0. Милан обыграл Беневенту. Интер обыграл Энполь. Сейчас у нас 11 очков. Лидерство хоть как, но остается. Ну а здесь ничего особого не изменилось. Итак, нам приходит сообщение. Мы стартим в матче. Ювентус против Бреши. Бреши идет ниже 10-й строчки. Надеюсь у нас получится уверенно их обыграть. Почему бы нет Кабалеру на воротах у нас. Посмотрим на голкипера Бреши. 74-й. Тоже будем стараться со всех позиций пробивать. Поехали. Итак, Альянс Стадиум. Ювентус Бреши. Просто уже до игры, можно сказать, в матче. Мне кажется, чемпионами мы обязаны становиться. После того, когда у нас сейчас 11 очков лидерства. Надеюсь, мы этот задел не упустим. Пошел розыгрыш. Криштиану. И, ну отлично. 89-я минута и я забиваю. Супер. Я не знаю, где сейчас, кстати, наша трибуна. Ну, вообще, хотя бы тренер там все такое. Но я побежал по ходу правильно. Вот это вот празднование нужно было и нам теперь сделать. На последних минутах забили, побежали к нашей скамейке. Отлично. И, кстати, друзья, мне не показалось сейчас. У меня сейчас капитанская повязка. Для меня это кажется. Я бы сейчас просто это посмотрел. А вдруг это реально мне дали капитанскую повязку. Так. Остановить вот так. Так, 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 так. Сменю вид и... Найдемся. Да! Я с капитанской повязкой в ювенте. Вы просто посмотрите. И все. Закончился матч. Мы побеждаем с счетом 1-0. На последних минутах мы забили. Итак, у меня 7,5 оценка. Посмотрим по матчам. Что здесь интересно. Лацио проиграли Торино. Интер обыграл Удинезе. Рома проиграл Самодори. Милан обыграл Эмполь. Кто сейчас там на второй строчке? У нас Интер, да. Надо за Интером следить. Ну, лидерство у нас в 11 очков. 30-й гол за сезон мы забили. 81-й в карьере. Так, мы сегодня в составе сборной России, нам говорят. Кстати, мы будем участвовать в следующем выпуске. Это, правда, будет у нас квалификация к чемпионату мира. Так, в 1-8 лиге чемпиона мы в старте. Ответная игра против Генка. Мы минимально их вроде обыграли. Я забил гол. И Роналду у нас капитан, правда, в этом матче. Так, голкипер у них все тот же вроде. 73-й рейтинг. Поэтому тоже будем стараться бить любой дистанции. Поехали. Итак, Ювентус против Генка. Ответная игра в Лиге чемпионов. Минимально мы их обыграли в прошлом матче в Бельгии. Теперь надо Генку забивать. Постараться один мяч. Хотя, если забьют два, будет вообще нам невыносимо трудно. Но мы постараемся, главное, сейчас тоже забить первыми. Потому что та победа минимальная еще ничего не значит. Итак, мы в четверть финале Лиги чемпионов. Не получилось нам, к сожалению, забить в матче с Генком. Счет 0-0. Ну вот, минимально. Но мы прошли. Хотя соперник, казалось, самый легкий нам попался. 7-0 у меня оценка. Итак, в четверть финала проходит Мадридский Реал, Интер, Атлетико, ПСЖ, Бавария, Армения, Мы и Манчестер Юнайтед. Вот такие вот дела. Интересно, конечно, с кем мы сыграем в четверть финале. Но также, ребят, обязательно пишите в комментариях, куда бы вы бы хотели, чтобы я перешел. Не забываем, Манчестер Юнайтед мне тоже предлагал. Какие-то из Бундеслиги тоже команды предлагали. Ну вот, МЮ, Реал нам предлагали, Барселона и Атлетико. Вот в эти четыре команды я по каким-нибудь БД и перешел. Но точно не в Реал. Не знаю почему, нет, но пока желание. Вот в Барселону и в МЮ я бы без проблем перешел. Сейчас у нас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем мы против Рома. Они идут на четвертой строчке. Интересный, я думаю, будет матч. Так, формы нормальные. Поехали. Рома-Ювентус. Интересный матч наш сегодня ожидает. Последний, причем первая строчка играет сейчас против четвертой. Поэтому сейчас это шанс для домашней команды взять три очка. Обыграть лидера. Уверенности это точно бы прибавило команде. Но мы посмотрим. Ну, здесь вынос такой прям прошел. Макини. И забивает Кришчану Роналду с моей голевой передачи. 27-ая минута. 1-0. И голевая моя замечательно прошла. Так, Коста отдает на меня выход. 1-1. Удар. И это гол. 40-ая минута. И мы забиваем гол. Гол плюс пас уже за этот матч. Мы ведем с счетом 2-0 на выезде. Замечательно. Набираем. Зацепили прям. Коста. И какой голешник с левой ноги. Ай, это дубль. Давно я, кстати, дубль не забивал. 52-ая уже минута шла первого тайма. Но классно. Ну и пропускаем. Клингер, ты, так понимаю, забивает, да? 3-1. Ну, это уже на совести голкипер было. Могли сейчас сухой матч сделать, но нет. Пропускает. Давно мы не пропускали. И все, заканчивается матч. Победа 3-1. Дубль плюс моя голевая приносит нам победу. Все замечательно. 7-5. У меня оценка. Латсо сыграли в ничью с Верентиной 1-1. Наполи проиграли у Динезе. И Милан сыграл в ничью с Интером с счетом 2-2. Ну и теперь у нас 13 очков уже лидерства над Интером. 32-й гол за сезон. 14-ая голевая передача. 83 гола в карьере. И 52 голевые передачи за все время. Итак, заканчиваем мы сейчас с вами выпуск. Вот такие статы я вам вообще хотел показать. Вот такие статы. Обязательно напишите в комментариях, какой бы вы хотели, чтобы я клуб перешел. Потому что в следующем выпуске мы уже будем заканчивать. Пятый сезон мы увидели, что ПСЖ, кстати, будет нашим соперником в четвертьфинале. Тоже интересно. Во Франции я сейчас так тоже не вспомню, играли мы или нет. Хотя да, против ПСЖ мы играли в прошлом сезоне, правда на групповой стадии. Вот. Так что это тоже интересно. Все. Заканчиваем на этом выпуск. Спасибо всем больше, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые уходят у нас по выходным. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь у нас третий. Друзья, всем до свидания. Продолжение следует...